приветствую вновь подключившихся к нашему треку спасибо что пришли у нас с вами второй доклад и я приветствую его основного докладчика антона дедова нашего архитектора привет привет антон о чем больше кратко рассказывать про сервис яндекс cloud organizations это именно то что заявлено в программе точно спасибо что пришел удачи спасибо здравствуйте меня зовут антон дедов я архитектор по функциям безопасности в сервисе яндекс клауд и ам занимается аутентификации пользователей и управлением доступов к облачным ресурсам сегодня своим коллегой аркадием вязниковым расскажу про управление облачными ресурсами вашей компании яндекс клауд с помощью сервиса яндекс клауд организейшнс давайте сначала поймем зачем потребовалось создавать этот новый сервис яндекс клауд организейшнс для этого обратимся к нашей текущей ресурсной модели яндекс клауд уже уже не несколько который мы сейчас собираемся обновить в этой ресурсной модели главным сущность является облако облако является контейнером супер контейнеров ресурсов уже в облаке находятся каталоги и непосредственно ваши облачные ресурсы важно отметить что облако является единицей изоляции ресурсов в том смысле что все ресурсы которые находятся в облаке могут более-менее свободно получать доступ к другу но кросс облачное взаимодействие между ресурсами строго ограничено нашей платформой кроме этого платформа позволяет получать доступ к ресурсам яндекс клауд трем типом пользователям это конечно же яндекс пользователь яндекс айди яндекс паспорт как раньше эта служба называлась второе у нас есть понятие федерации удостоверений то есть пользователи вашей компании могут входить и управлять или получать доступ к ресурсам яндекс клауд аутентифицируясь в единой точке квалификации вашей компании ну и наконец у нас есть сервисные аккаунты это такого рода своего рода роботные учетки с помощью которых можно организовывать какие-то автоматизации или авторизовать приложения для доступа к яндекс клауд ну и наконец у нас есть платежный аккаунт он позволяет собирать статистику о потреблении облачных ресурсов и удобно платить за потребленные ресурсы давайте поймем какие недостатки наши предыдущие ресурсные модели могли вызывать или вызывают трудности у наших первую очередь кооперативных клиентов но в первую очередь нет никакой понятной сущности которая бы объединяла несколько облаков одной одной организации то есть принципе могли бы сказать что платежный аккаунт может объединить облака но платежный аккаунт не позволяет скором управлять доступами ну и кроме биллинга в принципе он ничего не позволяет делать а второе что тоже важно нет способа отличить облака скажем одной компании отличных облаков то есть если у администратора есть и личные облака и облака компании в которой он работает то ему зачастую трудно понять какое облако к чему относится доступы мы можем назначать на непосредственно облака каталоги и и ресурсы и мы знаем что доступ и наследуется то есть если доступ мы назначили какому-то человеку на облако то он получит доступ на на все ресурсы которые находятся во всех каталогах этого облака ну и соответственно если человеку назначить доступ на каталог то он получит доступ на все ресурсы в этом каталоге. Но если в организации есть несколько облаков, то уже такие сценарии, как назначить доступ на группу облаков или назначить доступ на все облака в организации, вот такие сценарии становятся в данный момент были затруднительны до текущего момента. Федерации тоже создаются в облаке, и как следствие все федеративные пользователи оказываются как бы заперты в своем родительском облаке, могут получать доступ к ресурсам, которые находятся в этом облаке. Но если в организации есть несколько облаков и при этом требуется федеративный доступ, придется создавать в каждом отдельном облаке разные федерации. Причем один и тот же пользователь из федерации в каждом облаке будет отображен в разных пользователей нашей платформы. Ну и, наконец, сервисные аккаунты также создаются в облаках, и точно так же, как та же история, как федеративные пользователи, эти сервисные аккаунты могут получать доступ только тем ресурсам, которые находятся в том же самом облаке. Ну вот, как мы видим, текущая ресурсная модель позволяет легко управлять в ситуации, когда у вас есть одно, может быть, два-три облака, но если в организации есть несколько облаков и требуется особенно федеративный доступ, то ситуация уже становится не такой простой. И, собственно, сегодня на Scale мы объявляем, что сервис Яндекс Клауд Организейшнс выходит в публичный доступ. Это значит, что любой клиент нашего облака, существующий или новый, может прийти и создать организацию. И сервис Яндекс Клауд Организейшнс позволяет управлять пользователями в одной организации, ресурсами этой организации и дополнительными сервисами организации, о чем я скажу немножко ниже. Собственно, главное, что привносит в нашу модель сервис Яндекс Клауд Организейшнс, это сущность организации. Организация, по сути, позволяет, играет такую двоякую роль. Ну, во-первых, это такой корневой контейнер для всех ресурсов организации, в первую очередь всех пользователей организации, пользователей Яндекс.АйДи и федеративных пользователей, и также всех облаков, все облачные ресурсы, которые есть у нас в организации, находятся в этом суперконтейнере, и также дополнительные сервисы. И во вторую очередь, вторую роль, которую играет вот эта сущность организации, это такая область видимости для назначения доступов. То есть, кроме вот обычных облака, каталог, ресурс, у нас появляется еще один уровень организации, на который можно назначать доступы пользователям. И, что еще важно, сервисные аккаунты внутри организации могут получать доступы на облака той же самой организации, в которой они были созданы. Ну, вот я сейчас это проинвестрирую на картинке. То есть, вот эта вот обновленная наша ресурсная модель, у нас все еще есть облака, и они все еще являются серединицей изоляции ресурсов, поскольку это важный, как бы, инвариант для наших клиентов. У нас есть все еще платежный аккаунт, который также, как и был, позволяет собирать статистику об использовании облачных ресурсов и платить за них. И пока что он находится за пределами организации. То есть, пока еще платежный аккаунт, как был, так он остается. У нас появляется новая сущность организаций, и организации объединяют себе всех пользователей организации и все ресурсы, организации, все облака и все ресурсы, которые находятся в этой организации. Это означает, что мы теперь можем назначать доступы не только к индивидуальным облакам, но и, скажем, на организацию как на ресурс. Мы можем какому-то пользователю дать право видеть все облака или управлять всеми облаками в организации и так далее. И еще очень важный сценарий, который эта сущность организации обеспечивает, это если у нас есть облако, которое уже присутствует в организации, в этом облаке мы создаем сервисный аккаунт, то этому сервисному аккаунту можно назначить доступы на любые ресурсы других облаков, которые тоже находятся в той же самой организации. То есть, если у вас есть какая-то автоматизация, вам не нужно для каждого облака создавать сервисный аккаунт. И вы просто один раз создав сервисный аккаунт, Как бы защитив его креды отдельно, вы можете уже пользоваться этим сервисным аккаунтом для автоматизации. Ну, а теперь я хочу пригласить свою коллегу, разработчика в Яндекс.Клауд, Аркадия Вязникова, и он нам покажет супер-демо про наш новый сервис. Аркадий, привет. Привет, Антон. Держи. Ты только что рассказал про базовый сценарий в сервисе Яндекс.Клауд.Организейшнс, про доступы на организацию, про доступы на облака. Я бы хотел продемонстрировать в этом демо, как же это выглядит вживую, и какие изменения появились в облачной консоли. Я думаю, те, кто пользуется Яндекс.Клауд, конечно же, использовали хотя бы раз облачную консоль. Она сейчас перед вами. Какие в ней появились изменения? Ну, первое изменение. Появилась ссылка на сервис Яндекс.Клауд.Организейшнс. Переходим по данной ссылке, и до демонстрации работы сервиса нам нужно создать нашу организацию. Создадим организацию тестовую Яндекс.Кейл. Все, что нам нужно, это ввести название. Ничего больше нам не требуется. Что мы видим? Мы видим, что пользователь, который создал организацию, становится ее владельцем. С технической точки зрения он получает роль на организации, роль оунера. Для демонстрации выдачи прав доступа пользователям создадим федерацию удостоверений. Федерацию удостоверений уже, наверное, многим знакомы. Основное отличие, что они переезжают из уровня каталога на уровень организации. Я создал тестовую федерацию с тестом Кейклоак для того, чтобы продемонстрировать, как же будет работать вход этих пользователей в систему. Добавим нашего первого пользователя из федерации, пользователя Элис. И назначим пользователю роль в организации. Мы назначим роль вьюер. Что это означает? Это означает, что данный пользователь получит доступ к организации и ресурсам, не излежащим. В данном случае это федерация, она лежит под организацией, а также облака, созданные в этой организации. То есть пользователь Элис должна будет видеть как ресурсы организации, так и ресурсы облаков, находящихся в ней. Для того, чтобы зайти в федерацию, берем ID федерации, в данном случае один раз его запомним, и войдем в федерацию под нашим пользователем. После успешного входа мы видим, что пользователь Элис видит список пользователей организации, также видит список ролей, выданных на этой организации. А также он видит федерацию, так как роль вьюер позволяет просматривать ресурсы на организации и неизлежащих ресурсах. И также роль вьюер позволяет просматривать роли, установленные на ресурсе и ниже. Для демонстрации работы выдачи прав на облака заведем второго пользователя, пользователя Боб. Перейдем из списка сервисов в облачную консоль, в сервис ресурс менеджер. Какие еще изменения появились? Мы видим, что при клике на шапку у нас виден список организаций, доступных пользователю. При клике на организацию мы попадаем в выбранную организацию и в данном случае создаем первое облако, потому что у нас не было ни одного облака в нашей организации. После того, как облако будет создано, дальше мы можем использовать уже знакомый нам сценарий. В данном случае перейдем в раздел «Управление доступом» и выдадим нашему пользователю Боб соответствующую роль в облаке. В пользователю Боб мы выдадим две роли. Роль ресурс менеджер Clouds Member и роль админ. Роль ресурс менеджер Clouds Member на текущий момент является обязательной для выдачи в облаках, но в ближайшем времени это поведение поменяется и достаточно будет выдачи только итоговой роли, в данном случае админ. В результате наших действий Политель Боб должен стать администратором облака и может выдавать дополнительные доступы в облаке и каталогах, созданных в нем. Мы видим, что Политель Боб действительно является членом данной организации и в разделе «Управление доступом» он видит роли, выданные на данное облако пользователей. Ну и вот видно, что у Элис нет никаких ролей в облаке, он может уже самостоятельно ей выдать роли. Что касается сервиса организации. Мы видим, что пользователь Боб видит список пользователей, но не видит роли и не видит федерации, потому что он член организации, но в самой организации у него нет никаких ролей. Какие еще изменения произошли в облачной консоли? В дереве облаков и каталогов напротив облака, если облако принадлежит организации, мы видим, какой организации оно принадлежит, но также у нас пока еще есть облака без организации. Наши всем привычные облака. Для таких облаков в интерфейсе появилась кнопка «Изменить организацию», которая позволяет указать организацию и смегрировать облако в данную организацию. Что подразумевает миграция? Миграция подразумевает прикрепление облака к организации, а также, если у вас были федерации на уровне каталогов данного облака, они будут бесшовно перенесены на уровень организации, и вы сможете заходить под ними в облачную консоль, использовать коммод-лайн-интерфейсы, как и раньше, тем же самым идентификатором федерации. Итак, мы посмотрели с вами базовый сценарий использования сервиса организации, а также изменения в облачной консоли, которая связана с интеграцией ресурс-менеджера, ресурсной модели Яндекс.Клауд облаков с сервисом организации. Антон, передаю слово тебе. Да, спасибо большое за демо. Кстати говоря, уже пока мы делали демо, уже новые появились новшества на нашей панели сервиса организации, поэтому заходите, смотрите, сервис развивается, и мы не собираемся останавливать, несмотря на то, что сегодня публичный запуск. Вот. Что мы хотели еще рассказать? Хотели рассказать о тех сценариях, которые мы считаем будут полезны для наших клиентов, ну и, честно говоря, полезны для нас самих в Яндексе, поскольку мы сами пользуемся Яндекс.Клауд. И самый первый, мне кажется, очевидный сценарий – это про разделение ресурсов и доступов в вашей организации. Ну, скажем, если в организации есть несколько отделов или команд, и каждая команда занята работой с какими-то проектами, например, команда 1 работает с проектами 1, 2, 3, и команда 2 работает с проектами 4, 5, 6, и у этих команд, собственно, есть какие-то ресурсы в виде этих проектов, они там что-то делают, то мы можем предложить, скажем, создать для каждой команды свое облако, в данном случае будет облако команда 1 и команда 2, и можем назначать доступы в организации, поскольку все федеративные пользователи уже находятся в организации, можем разделять доступы, так, скажем, вот зеленая стрелка означает, это люди, которые принадлежат команде 1, оранжевая стрелка в команде 2, и сиреневая стрелка означает какие-то доступы, которые мы можем дать каким-то отделам уже на всю организацию. Например, это мог быть отдел системных администраторов или отдел информационной безопасности, которым нужен какой-то доступ ко всей инфраструктуре в вашем облаке. Другой сценарий, знакомый всем разработчикам программного обеспечения, это разделение средств. То есть мы знаем, что один и тот же проект при разработке проходит несколько стадий, и эти стадии постоянно используются, ну, скажем, есть стадия разработки, development, стадия тестирования или апробации, staging, и стадия уже, когда проект работает в рабочей нагрузке, это production. И обычно это совершенно понятная задача, как разделить эти среды с одной стороны, и с другой стороны, как при разделении средств раздать доступы, поскольку к разным средам обычно требуется доступ разной аудитории. И вот один из вариантов, который мы предлагаем, это создать для каждого проекта облака, скажем, проект 1 и проект 2, и внутри облака мы можем создавать каталоги, development, staging, production, и назначая доступы, мы можем, скажем, разработчикам проекта 1 дать доступ на каталог development в облаке проект 1, разработчикам проекта 2 дать, соответственно, доступ к каталогу проект 2, development в облаке проект 2. А делу контроля качества мы можем дать доступы ко всем каталогам, staging в всех облаках проекта, где разрабатываются проекты, и, соответственно, делу operations или DevOps можем дать доступ к каталогу production в каждом облаке, где разрабатываются какие-то проекты. Другой способ разделения средств базируется на том понимании, что все-таки облака обладают более высокой степенью изоляции ресурсов, чем каталоги, и поэтому для тех компаний, которым важно, чтобы, скажем, ресурсы staging не могли общаться с ресурсами production и наоборот, может быть полезно создавать конкретное облако для staging, конкретное облако для production, и уже внутри этих облаков создавать каталоги по проектам. Ну, кроме того, можем дробить эти проекты, скажем, проекты, проекты связаны с одной областью помещать в staging и production development облака отдельно и так далее. То есть тут уже фантазия вас, как клиентов, должна играть. И что касается доступов, тут несколько все проще получается. Мы можем дать отделу контроль качества доступ непосредственно на облако, в котором работает staging. И, например, для operations дать доступ к облако, в котором работает production. И все это, напомню, работает благодаря тому, что мы можем удобно управлять федерациями прямо в одной организации. Ну и кроме того, в этой же организации мы можем все-таки дать какие-то доступы на объекты организации, например, отдел информационной безопасности. И еще один сценарий, который уже раскрывает не только историю разделения доступов, но и совместного использования ресурсов, ну, идут уже скорее на примере задачи хранения логов. То есть у нас есть много проектов, много приложений, которые запущены в ваших облаках, в вашей организации. И понятно, что каждому проекту, каждому приложению нужно где-то хранить логи. Но при этом мы должны распределять доступы так, чтобы логи, скажем, администратор самого облака, где запущено приложение, не мог, скажем, отключить эти логи, вернее так, не мог испортить эти логи других приложений или даже переписать эти логи. И мы-то предлагаем вот такую историю, что мы можем в каждом облаке создать сервисный аккаунт, в каждом облаке проекта создать сервисный аккаунт, ему дать доступ и на запись в соответствующий бакет другого облака, который создан специально для хранения логов, а уже, скажем, отделу информационной безопасности или администраторам дать доступ на чтение этих логов. То есть таким образом мы добиваемся и совместного использования ресурсов в одной организации между облаками, и следуем принципу наименьшей привилегии, когда строим архитектуру. Ну и, кстати, по похожему принципу сейчас работает сервис Audit Trails, который был уже объявлен сегодня на Scale. Еще относительно сценариев, у нас с появлением сервиса Яндекс.Ауд.Организация, появилась возможность управлять не только сервисами EAS и PAST, но также за счет того, что в одной организации есть пользователь Яндекс.Аиди Федерации, причем Федерация может быть больше, чем одна, мы можем этим же пользователям предложить какие-то бизнес-инструменты. Например, сервис Яндекс.Трекер, который позволяет управлять процессами и проектами в компании, как бизнес-инструмент, теперь уже является частью предложения Яндекс.Клауд. и в вашей организации те же самые пользователи, которые получают доступ к ресурсам Яндекс.Клауд, могут получать также доступ к сервису Яндекс.Трекер. Ну и в заключении хотелось бы отметить несколько важных пунктов для нас. И первый такой важный пункт, то что сервис Яндекс.Ауд.Организация будет в своей базовой комплектации всегда бесплатен. То есть мы сможем, вы сможете создавать организации, создавать облака в организациях, создавать федерации, приглашать пользователей Яндекс.Аиди и пользоваться бизнес-инструментами Яндекса бесплатно. У нас есть много планов. Например, следующий логичный план – это добавить группы пользователей в Яндекс.Ауд.Организациях. В принципе, мы не исключаем, что у нас появятся какие-то супер-бупер-фичи, которые могут тарифицироваться в будущем, но базовые сценарии, которые нужны 95% наших клиентов, всегда будут бесплатные. Ну и, наконец, давайте скажем про запуск сервиса и миграцию ваших текущих инфраструктур. Сервис уже запущен в публичное использование. Как мы показали на демонстрации, текущие облака можно сейчас уже мигрировать в организацию, которую вы можете прямо сейчас создать, с помощью просто нажатия одной кнопки. Все новые облака на сегодняшний день будут создаваться всегда в какой-то организации по умолчанию, то есть облако уже без организации создать нельзя. Мы плавно начинаем миграцию наших всех облаков, которые находятся без организации, и эти облака будут один в один смигрированы с каждого облака в свою собственную организацию. И также мы планируем предоставить инструмент для миграции, так чтобы после того, как все ваши облака смигрируют в свою организацию, если вы не успели их с помощью нашей кнопки занести в какую-то одну организацию, вы сможете потом их рассортировать по тем организациям, как это важно для ваших бизнес-сценариев. В целом, наверное, все. Спасибо, Аркадий, спасибо за внимание, и, наверное, мы ждем ваших вопросов. Коллеги, отличный доклад, было очень интересно. Я вижу ряд вопросов от зрителей, давайте начнем их обсуждать. И первый вопрос, наверное, у меня следующий. Вы вот рассказали о некоторых изменениях, которые будут происходить при появлении сервиса организации. Ну, например, про ту же федерацию, которая приезжает на уровень, получается, организации с уровня облака. А что еще вот такого рода может произойти? Что, например, с правами доступа произойдет при появлении организации? Да, это хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что сейчас мы, пока у нас не все облака замигрированы в организацию, что будет, в общем-то, нашей церевой картинкой. У нас есть специальная роль, вот как Аркадий показывал в своем демонстрации, у нас есть специальная роль члена облака. И вот в текущей модели только для того, чтобы что-то можно было, любые доступы получать в облаке, нужно, чтобы у тебя была какая-то роль, собственно, специальная. И вот эта роль члена облака, и тогда вот эти две роли так только работают, только вместе. А в нашей целевой картинке вот эта роль члена облака, она устраняется. Для того, чтобы получить любые доступы в облаках, получить доступы любые к облачным ресурсам, надо быть членом организации. И это, на самом деле, на мой взгляд, очень правильное и хорошее изменение в том смысле, что, например, ты всегда можешь быть уверен, посмотрев на админку сервиса организации и на список пользователей, которые у тебя есть в организации, ты можешь всегда уверен, что вот кроме этих пользователей никто получить доступ к твоим облачным ресурсам не может. То есть это вот такой самый банальный вот эдит глазами. Ну, как по мне, это действительно важная такая возможность. Хорошо, давайте тогда еще раз проговорим коллегам. Я вижу просто в чатике вопрос, были поддерживаем ли федерацию с такими IDP, как Google, Octa, Azure. Давайте, там, в принципе, конечно же, наши товарищи ответили. Давайте все же еще раз голосом поговорим, что мы поддерживаем, при каких условиях и так далее. Ну, давай я отвечу. Сейчас мы поддерживаем самосовместимые федерации. В данном случае Google, у нас есть документации. У нас документации также есть с Microsoft. И по некоторым самосовместимым федерациям у нас сейчас документации нет, например, по Azure. Но, как бы, я думаю, просто добавим эту документацию. Но по факту они поддерживаются. Да, конечно, они поддерживаются. То есть мы поддерживаем любые самосовместимые федерации. Ну, и, кстати говоря, Vogue-то тоже поддерживает самол. Я даже сам настраивал, по-моему, самосов. Ну, а с точки зрения планов, какие еще федерации мы сможем поддержать? Ты предлагаешь раскрыть там все карты. Вообще мы в ближайшее время планируем запустить еще в WoW совместимые, OpenID Connect, WoW федерации. И тогда те, кто не поддерживает самол, но поддерживает WoW OpenID, и смогут подключаться к облаку через свои федерации. Отлично. Хорошо, тогда давайте еще поговорим о вот каком, может быть, немножко философском вопросе. Организация получается некий такой дополнительный слой над облаками. Вот если рассуждать о будущем, потребуется ли какой-нибудь слой еще выше? Или точно на уровне организации остановимся? Ну, давай я попробую ответить. Мы рассматривали много вариантов, когда проектировали сервис организации. И, кажется, пришли к такому выводу, что даже если... Ну, то есть мы посмотрели на какие-то сценарии, где это может потребоваться у реальных клиентов. И, в принципе, ничто нам не мешает в будущем сделать дополнительный слой каких-то вот групп ресурсов между уровнем организации и облаками. Но в любом случае, вот тот базис, который мы сейчас заложили, он как бы как обратно совместимый, так и вперед совместимый. То есть даже если мы что-то будем добавлять, мы ничего не сломаем. Вот. Ну, опять же, забегая чуть-чуть вперед, то есть мы уже там планируем, скажем, группы и пользователи. Но кажется, что группы пользователей могут частично закрыть и проблему необходимости иметь группы ресурсов, поскольку ты можешь группам пользователей сможешь назначать доступы как раз на группы облаков, например. Ну, то есть такие вот вещи между identity и ресурсами, это не одно и то же с точки зрения ресурсной модели, но с точки зрения управления пользователя они могут, в принципе, пересекаться. Окей. В рамках вашей демонстрации был пример, который, по сути, сфокусирован на UI. А с точки зрения средств автоматизации, поддержка там тоже Terraforma, что происходит? Давай отвечу. У нас, конечно же, помимо UI мы поддерживаем средства автоматизации. Это YSQL, там поддержан новый сервис организаций с командами для создания федерации, просмотра пользователей. И также у нас есть база поддержки в Terraforma сейчас для управления доступами на организацию. И в репозитории, которая на GitHub есть, про solutions, наши security solutions, там даже есть примеры того, как это использовать. Но мы на этом не останавливаемся. Мы будем добавлять в Terraform поддержку федерации и других ресурсов, которые будут появляться непосредственно в организации. То есть это и у вас в федерации, если когда они появятся, они точно так же будут расходиться по всем средствам автоматизации Wi-Fi Clay, Terraform, интерфейс. Понятно. Спасибо. Я, кстати, вижу еще один интересный вопрос из чатика про перемещение облаков между организациями. Можно это делать или нет? И отображается ли это в логах? Ну, давайте скажем честно, это функция прямо сейчас в горячей разработке, поэтому, конечно, в логах, конечно, будет ображаться. Тут уж и ничего. Я давай дополню, что сейчас, когда происходит перемещение облака, которое находится не в организации, в организацию, в данном случае с точки зрения облака, с точки зрения API, это обычная мутирующая операция, и в списке операций по облаку полетель увидит операцию Move Cloud и увидит, что облако было перемещено в такой-то организации. Это будет метаданных операций. Соответственно, сейчас единственное, что мы позволяем при помощи кнопки, которая показывала, перемещать облако без организации в организацию, что принципиально изменится только то, что можно будет облако, которое уже в организацию, переместить в другую. Но с точки зрения операции, списка операций, это будет такая же мутирующая операция, которая будет видна в списке операций. Получается, в одной организации останется след, что облако переместилось туда-то, а в другой организации будет след, что облако приехало оттуда-то. С точки зрения операции, это будет видно над облаком, поэтому при просмотре списка операций над организацией отображаются операции над ресурсами самой организации, изменения и так далее. Но я думаю, это можно сделать в аудит-рейле. Да, я думаю, кстати, это хороший вопрос еще для коллег, которые, по-моему, будут выступать в следующем докладе и рассказывать про сервис логов. Ну, кстати, я бы хотел добавить, что я просто так сказал, что это разработка. На самом деле, через поддержку можно, в принципе, создать запрос в поддержку и прямо сказать, мы хотим вот эти облака, вот эти организации, вот эти облака в этой организации. И даже после миграции, вот этой нашей массовой миграции, все это можно будет решить довольно оперативно, просто через службу поддержки. Даже если инструмент не будет готов. Да, окей, понятно, спасибо. Еще вопрос с точки зрения user experience. Вот на ваш взгляд, какими сервисами стало пользоваться удобней с появлением сервис-организации? Ну, управление облаками, на самом деле. Антон говорил, что мы сами пользуемся Яндекс Клаудом активно, да, и наши сервисы сами пользуют Яндекс Клауд для того, чтобы... Да, да, ну, можно приоткрыть завесу тайны, что внутри Яндекс Клауд устроен как некие системные облака, да, в которых, собственно, сам Яндекс Клауд и живет. Поэтому их, очевидно, довольно много. То есть, собственно, появление организации и возможность объединить эти облака, они, ну, довольно много нам дают для упрощения администрирования, там, тех же логов. Ну, кстати, вот сервис аудит-логов, да, он проинтегрирован с организациями, и теперь можно собирать все события из организации в одном месте. Ну, в едином месте. Ну, и получается, что мы сами как провайдер еще используем этот же сервис на своей стороне. И я так понимаю, что у нас же много вот этих технологических облаков, да, мы там чуть-чуть Жене даже затрагивали эту тему, когда МДБ обсуждали с точки зрения распределения ответственности. И я так понимаю, что вот этими всеми облаками мы были вынуждены управлять порознь, да, до появления этого сервиса. Ну, понятно же, да, что у нас есть какая-то своя автоматизация, но вот появление сервиса, который публичный, при этом уже довольно так как бы бодро воспринялся и внутри, да, поскольку мы сделали это и для себя в том числе. Мне кажется, это важно, на самом деле, использовать те продукты, которые ты делаешь. В частности, мы непосредственно используем саму федерацию, организацию, облака под управлением, и вот с появлением организации это стало сильно удобнее, потому что до этого проблема федерации, о которой говорил Антон, когда для каждого облака надо было там заводить свою федерацию, хотя это на самом деле один и тот же пользователь, она с появлением Cloud Organizations решается достаточно элегантно. Ну, то есть в определенной степени мы страдали вместе с пользователями, теперь мы вместе с пользователями наслаждаемся и добудем собственной системой. Да, наверное, самые первые потребители и клиенты, которые... Ну, у нас такое часто, кстати, бывает, да, и это хорошо, мы отрабатываем это на себе. Коллеги, у нас подходит время к завершению нашего доклада. Не отключайтесь, вскоре мы продолжим, и вы увидите следующие доклады про новые сервисы. Пока скажем спасибо нашим спикерам, было полезно, и, конечно же, нас можно найти в чатиках. Субтитры создавал DimaTorzok